Математические методы Что-то люди пытаются делать с такими объектами Поэтому в одном месте прозвучит такое слово как производная Если вы его еще не слышали, то вы не пугайтесь Потому что в дискретном случае это гораздо проще Краткое напоминание о содержании предыдущих серий Шотландский ботаник Браун увидел примерно левую картинку в микроскоп Что какая-то частица загадочным образом движется очень беспорядочно И потом это было объяснено Эйнштейном как Это феномен, который потом получил название бронзовское движение Было объяснено как движение частицами под ударами молекул Которых в микроскоп не видно Молекул очень много, они двигаются более-менее беспорядочно Ну и поэтому получается беспорядочное движение от ударов Ну вот здесь как бы немножко картинка получше И еще на самом деле на этой картинке видно Что чем сильнее удары, тем быстрее будет двигаться эта молекула Давайте я попробую сейчас ее расшатать Скажем, вот давайте их так разбегаем И тогда видите, она двигается гораздо быстрее То есть и то, что еще Эйнштейн как бы сделал в своей статье Он установил связь между тем, как часто ударяются молекулы в нашу частицу Как быстро они двигаются и тем, как будет быстро двигаться наблюдаемая частица И переписал это все в физических терминах Что позволило экспериментально померить количество молекул в одном грамме вещества Что было померено независимо двумя другими способами И поэтому как бы было такое подтверждение молекулярной теории Вот, сейчас, значит Надо это остановить как-то Так, получилось Вот, математическая модель очень простая Обычно ее делают на решетке Вы говорите, что вы прыгаете всегда на одно и то же расстояние На шаг решетки Ну, скажем, единичка Или можно считать, что шаг решетки какое-то число А Ну, обычно тогда я бы написал бы Эпсилон Потому что число, скорее всего, будет очень маленькое Если мы про молекулу говорим, то прыжки будут очень маленькие То есть мы предполагаем, что прыжки всегда на одно расстояние Только в четырех направлениях Вверх, низ, лево, право Ну, или там север, восток, запад и юг И что они происходят там, скажем, каждую секунду Ну, или опять же, каждый там дельта секунд Вот, выясняется Мы вчера немножечко про это говорили Выясняется, что на самом деле это не очень сильно искажает то, что мы видим Что если мы будем как-то в более общих предположениях работать То примерно то же самое и увидим Ну, и еще то, что мы упомянули Что достаточно следить за одной координатой Потому что здесь две координаты полностью описывают частицу И они друг от друга более-менее не зависят Вот если мы следим за одной координатой Тогда можно просто график поставить, как частица двигается Вот здесь несколько графиков, как координаты х меняла В зависимости от времени t Ну и, грубо говоря, опять же, мы подкидываем каждый момент времени монетку И после этого идем наверх или вниз Ну, на этой картинке, соответственно, координаты х это влево-вправо Для координаты у это вверх или вниз Ну и вот здесь удобно ввести два параметра Один это размер прыжка То есть шаг нашей клетчатой бумаги, скажем, сигма А второй это как часто мы прыгаем Ну, пусть мы прыгаем каждый эпсилон секунд Тогда за время t мы сделаем t поделить на эпсилон прыжков То есть наша позиция в момент времени t Можно будет написать как сумму таких прыжков Каждый прыжок это либо плюс сигма, либо минус сигма То есть такая сумма плюс-минус сигма, плюс-минус сигма, плюс-минус сигма Но и траектории, которые появляются Это вот всевозможные способы расставить знаки Если плюс-плюс-плюс, то идем только вверх Если минус-минус, то только вниз Ну, а можно там ходить, скажем, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус Будет такая пила вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх Ну, вот несколько типичных траекторий И то, что мы в прошлый раз посчитали, это реально как бы два наблюдения. Первое, что если мы посмотрим просто на среднюю позицию, то из-за симметрии она будет равна нулю, потому что мы с такой же вероятностью шагаем влево, как и вправо. Поэтому если мы хотим мерить, как мы далеко ушли, мы все-таки, видно, по этой картинке уходим, то нужно либо мерить, что будет средним значением модуля нашего удаления, но с квадратом получается лучше. Поэтому мерить обычно квадрат, и опять же, это довольно-таки простая формула. Если σ и ε единичка, то это просто равно t, потому что надо просто взять такую же сумму, возвести ее в квадрат, и когда мы возведем в квадрат, там будут члены двух типов. Либо s1, s1, s2, s2, либо s1, s2, s1, s3. И когда берется произведение разных прыжков, то у каждой из них может быть плюс или минус единицы, и произведение в среднем будет нулем. Поэтому, когда мы возведем в квадрат, то в среднем останется только s1 в квадрате, s2 в квадрате, s2 в квадрате, s2 в квадрате, то есть как бы сумма будет t. То есть в среднем получается, что квадрат удаления себя ведет как t, умноженное на σ в квадрате, определенное на ε, ну или модуль x в среднем себя ведет как σ, корень из t поделить на ε. То есть тут вот очень интересный такой феномен наблюдается, что за время t мы уходим не на t, а на корень квадратный st. То есть обычно, если вы решаете задачу про два поезда, которые движутся из города в город b, как решают в школе, то за время t вы проходите дистанцию ровно t. А здесь получается, что мы со временем замедляемся. То есть как бы наша средняя дистанция, она остается все меньше и меньше, наша средняя скорость, потому что мы в каком-то смысле можем идти как вперед, так и назад, так и возвращаться, то есть скорость получается меньше. И еще интересно, что вот есть эти два параметра σ и ε, и один входит без квадратного корня σ, то есть если мы делаем прыжки в 2 раза больше, то мы и уйдем в 2 раза больше. А другой ε входит с квадратным корнем. Если мы прыгать будем в 2 раза чаще, мы не уйдем в 2 раза больше. Мы уйдем в 2 раза дальше, мы уйдем в 2 раза дальше. То есть более частые прыжки, если мы, скажем, делаем в 100 раз более частые прыжки, то тогда мы не в 100 раз дальше уйдем, а в 10 раз дальше уйдем. То есть разное поведение относительно сигма и эпсилона. Ну и тут можно задавать вопрос, скажем, что происходит с xn в момент, вот после n прыжков. Вот если я вернусь на предыдущий рисунок, вот у нас xt, разные траектории вышли на правую прямую в разных местах, но вот как она будет распределена? Мы пока сказали, что в среднем это будет 0, вообще будет симметричная картинка, ну а среднее значение мы уходим примерно на корень из t. Ну вот можно посмотреть, скажем, когда 4 шага, у нас будет реально 7 разных возможностей, когда 8 их больше, когда 16 еще больше. Вот здесь, как бы на этой картинке поочередно сменяются, как бы выглядел бы график для разного количества шагов. Ну вот, скажем, сейчас появится опять 4 шага, мы можем либо никуда не уйти, это наиболее вероятно, либо уйти на один шаг вправо, либо на два шага вправо, либо и так далее. Ну и выясняется, что вот этот вот график распределения, сколько у нас возможностей уйти вправо или влево на разные расстояния, если его правильно ремасштабировать, то он сходится к одному распределению, которое очень известно, много встречается в природе, оно называется нормальное распределение, либо гауссовое распределение. Ну, например, оно практически везде, где есть какие-то независимые факторы, вот как здесь у нас независимые шаги, оно появляется. Ну, например, если вы возьмете график роста людей, скажем, просто в классе, роста всех мальчиков, то будет примерно нормальное распределение. Всех девочек тоже будет примерно нормально, сдвинутые немножко в другую сторону, то есть тут как бы два разных нормальных распределения, но как бы оно будет еще очень-очень много где встречаться. Вот. И вопрос, как нужно ремасштабировать эту кривую, вот эти вот графики такие дискретные, чтобы получилась кривая, но вот тут это то, что нам подсказал в предыдущий слайд, что нужно сигма и эпсилон ремасштабировать по-разному. Нам нужно, чтобы сигма в квадрате ввело себя как эпсилон. То есть если мы делаем в 100 раз больше шажков, то шажки должны быть в 10 раз меньше. То есть отношение должно быть такой корень квадратный, и это вот такое, может быть, первое математики и физики такое нетривиальное соответствие степеней. Понятно, что вот на этих графиках нарисовано, что тут происходит. Это часто еще иллюстрируют такой механической машинкой, где у вас сверху катится шарик. Я пытался найти вчера на интернете, но не нашел какого-нибудь фильма, где вы это показывали, что катится шарик, потом ударяется, скажем, в круг, и он может либо слева, либо справа его облететь. А тут два круга, которые он может тоже слева или справа, и так далее. А потом эти шарики внизу тогда собираются как раз по такой форме. Вот есть несколько популярных книг, где есть фотографии этого дела. Ну вот, ясно значит, что нужно, если мы хотим что-то говорить про этот процесс, про Бромовское движение, когда действительно сигма и эпсилон очень маленькие, то нам нужно как бы работать с очень маленькими сигма и эпсилон такими, что вот сигма в квадрате себя ведет как эпсилон, когда мы их уменьшаем. И вот здесь такое строгое математическое обоснование того, что делал Эйнштейн, было сделано Норбистом Виннером, который гораздо больше известен как отец кибернетики. Но у него много других хороших работ. И он доказал, что вот эти вот дискретные кривые, которые мы видели, давайте я еще раз покажу, вот эти вот такие ломанные, если мы будем и эпсилон, и сигму устремлять к нулю, но так, чтобы отношение сохранялось, то они будут стремиться к такой случайной непрерывной функции. И эту случайную непрерывную функцию называют либо Бромовское движение, либо процесс Виннера, потому что Виннер первый строго ее построил. И у нее интересное свойство, что эта функция, она ни в какой точке не будет гладкой, ни в какой точке он не будет производить. То есть она непрерывная, ее можно нарисовать, но не отнимая карандаша от бумаги, но нигде не будет гладкой точки, она везде дергается. И более того, что она самоподобна, но при этом по вертикали она масштабируется не так, как по горизонтали. То есть опять же, если мы по горизонтали растянем в 100 раз, если мы хотим такую же картинку получить, мы должны по вертикали растянуть в 10 раз. Это потому что за Т шагов Бромовское движение уходит на корень из Т. То есть она такая самоподобная, но не в том смысле, что мы можем гомотетию сделать в 10 раз и получим ту же картинку. Но нужно растягивать по разным осям по-разному. По одной оси, скажем, в 100 раз, а по другой тогда в корень из 100, то есть в 10. Вот здесь вот как бы картинка, где такую функцию растягивают. Вот. И это как бы просто для устрашения слайд. Это очень интересно, что на самом деле Норберт Виннер построил Бромовское движение совсем не как случайную какую-то траекторию. Гораздо проще эту функцию построить как случайную траекторию. А он написал бесконечный ряд случайный из синусов. То есть выясняет, что если написать ряд Т плюс синус Т плюс синус 2Т плюс синус 3Т, то можно так в нем расставить случайные коэффициенты, что это сойдется вот к той функции, которая была до этого. То есть тут как бы все синусы они гладкие, все хорошие, но коэффициенты достаточно большие, что вот ряд там он почти расходится, поэтому получается что-то негладкое. Но это просто некое такое отступление. На самом деле с этой формулой гораздо сложнее работать, потому что она не поясняет, почему у вас получается какое-то случайное распределение. И тут возникает вопрос, почему вообще Виннер стал писать синусы. То есть синус, конечно, очень хорошая функция, но вот здесь конкретно синусы появляются как решение такого уравнения. Вторая производная f это какое-то число умножить на f. Вот если вы уже проходили производные и проходили производную синуса, ну, синус проходили все, но у синуса замечательное свойство, что его производная это, сейчас у синуса косинус, у косинуса минус синус, ну, соответственно, у синуса вторая производная это как бы минус синус. Ну, и если мы синус kt сделаем, то первая производная выкинет k, вторая выкинет еще одно k, то будет минус k в квадрате t. А производная синуса это минус синус, потому что синус t это что такое? Вы t откладываете по окружности и смотрите, какая вертикальная координата. Ну, вот если двигаться равномерно по окружности, то как бы очень хорошо у вас будут две координаты связаны. В общем, это геометрически просто увидеть, но я не буду пугать. В общем, синусы возникают, потому что у них такое замечательное свойство, что вторая производная это снова они сами. Но почему возникает вторая производная или, как ее еще называют операторы Лапласа, Лапласиан? Вот это я сейчас и хочу объяснить. Только я хочу это объяснить в дискретном случае, где производные не нужны, где это гораздо проще. И мы начнем с такой задачи, которая иногда называют задача о пьяном матросе. Там где-то иллюстрировано, вот что нам делать с пьяными матросами, висит картина, которая так называется. Вот задача о пьяном матросе говорит, что пьяный матрос сидит в баре. Ну и когда его оттуда выгоняют за плохое поведение, он идет, а для простоты мы считаем, что город, ну скажем, это Манхэттен, и у него все улицы, ну или Васильевский остров, что у него все улицы перпендикулярны, он идет до ближайшего перекрестка в случайном направлении. Там садится в бар, тоже пьет, пока его не выгонят, идет до следующего перекрестка в случайном направлении и так далее. То есть вот, ну вот давайте еще раз посмотрим, то есть как-то он так вот ходит, то есть просто совершает случайное блуждание. Ну или можно считать, что он просто возвращается домой, не заходит в бар, на каждом перекрестке он останавливается, пытается вспомнить, куда ему нужно идти, и идет в одном из четырех направлений с шансом, с вероятностью одна четверть. Ну вот, как бы вопрос, который можно задать, вот пусть у нас есть какой-то вот такой город. Будет ли он, может ли так случиться, что он бесконечно будет в нем блуждать, ну, то есть ясно, что одну траекторию такую можно придумать, скажем, он будет ходить шаг на запад, шаг на восток, шаг на запад, шаг на восток. Но насколько это вероятно? Есть ли положительный шанс, что он будет вечно блуждать? Или он рано или поздно выйдет? Если рано или поздно выйдет, ну вот есть тут на этой картинке, скажем, 30 разных выходов из города, вот какой наиболее вероятный, какие у них вероятности, если мы знаем, в какой точке он изначально стоял, как их посчитать? Вот, и тут, ладно, давайте он дойдет, все, дошел. Ну вот он описал такую примерно траекторию, вот, и мы хотим посчитать, скажем, ну вот пусть а это конкретный какой-то выход из города, мы хотим посчитать f от z, вероятность того, что если мы начнем в z, то мы выйдем из точки а. То есть какая-то функция, которая зависит на самом деле и от z, и от а, то есть это какой-то число от нуля до единицы. Если вот строго написать, чему оно равно, то надо просто просуммировать все возможные траектории, по которым он может идти, и для каждой траектории написать, вернее, просуммировать по всем возможным траекториям, по которым он может идти, одну четверть степени длина траектории. А почему одну четверть? Потому что на каждом перекрестке у него есть 4 способа продолжить. То есть каждый из этих способов имеет вероятность 1 четверть. Поэтому если у него есть какая-то траектория, в которой 10 шагов, то вероятность этой траектории 1 четверть на 1 четверть на 1 четверть за каждый из этих шагов. То есть нужно просуммировать такую вещь, что на самом деле не так просто, потому что это бесконечная сумма, в принципе. Какая-то траектории может быть бесконечно много, другое дело, что если она очень длинная, то у нее очень маленький шанс появиться. Ну и вот вопрос, собственно, как это сделать. Понятно, что я написал? В принципе, эта сумма, даже если вы бесконечную сумму пока не видели, она вас пугать не должна, потому что это какой-то бесконечный ряд, но из положительных чисел. Поэтому когда вы его суммируете, он становится все больше и больше и больше, но при этом никогда больше единицы не будет, потому что вероятность чего-то, что что-то произойдет, никогда не больше, чем единица. Поэтому он к чему-то все-таки сойдется. Ну вот есть очень простое наблюдение, что эта функция обладает таким замечательным свойством, что значение в точке Z это среднее ее четырех соседей. Почему? Потому что из точки Z, когда мы сделаем первый шаг, если мы выходим с перекрестка, мы либо окажемся в его северном соседе, соседе, который здесь ZN обозначен, либо в южном, который ZS обозначен, либо в восточном ZW, либо в западном ZE. То есть F можно выразить через эти четыре F, через эти четыре вероятности. Но смотрите, вероятность того, что шанс того, что мы пойдем на север, это одна четверть. Значит нам надо умножить одну четверть на вероятность, которая уже посчитана для северного соседа. Плюс одна четверть на вероятность для восточного, плюс одна четверть на западного, плюс одна четверть на южного. То есть F будет таким очень простым свойством обладать, что значение F в каждой точке это среднее четырех ее соседей. Понятно свойство какое? Понятно. А почему оно есть? Понятно? Или непонятно? Или непонятно? Хорошо. Кому понятно? Поднимите руку. Хорошо. А кому непонятно? Вот. Ну, смотрите. Ну, может быть, гораздо проще, если это делать напрямую. Напрямую у вас два, есть возможность, шага. Либо налево, либо направо. Ну, вот смотрите. Вы можете либо выйти налево, и тогда вы будете продолжать из этой левой точки. Либо выйти направо, тогда продолжать из этой правой точки. То есть, значит, вероятность того, что вы окончите свою жизнь в А, она как получается? Вы берете, либо шагаете налево, и шанс этого 50% одна вторая. То есть, вы берете одну вторую умножить на вероятность того, что потом из этой левой точки вы дойдете куда надо. То есть, одну вторую из того F от Z. Либо вы пойдете вправо, и уберете одну вторую умножить на F от того Z. Но здесь тут 4. Значит, одну четверть на всех соседей. То есть, грубо говоря, вы берете, если вот взять эту предыдущую формулу, где мы суммировали по всем траекториям, вы от траектории убираете первый шаг. И когда вы уберете от нее первый шаг, то получается траектория, которая начинается не в Z, а в одном из ее соседей. То есть, вы сумму разбиваете на 4. Траектории, которые сначала пошли вверх, сначала пошли влево, сначала пошли вправо, сначала пошли вниз. А когда вы отрезали у них первый шаг, они уже начинаются в одной из четырех других точек. И получается такая замечательная формула. То есть, у нас есть эта форма для каждой точки Z внутри, а для точки Z на границе мы уже знаем, чему F равно. Потому что он уже вышел из города. Если он оказался где-то на границе, не в точке A, то F равно нулю, потому что он уже вышел из города, и Ва не попадет. Все, он вышел из города, я не знаю, что он попал в лес, там его съели волки, или еще что-то другое случилось. А если он попал в А, то все, уже шанс равен единице. То есть, нашу функцию F можно получить, решив такую систему линейных уравнений, что для любой точки внутри ее значение, функция F, равно сумме четырех соседей. А на границе F мы знаем. Вот такие функции, они называются гармоническими. Я немножко попозже скажу, почему. Здесь это такая дискретная гармоническая функция. Они много где появляются. Вот у Фурьяни появляется при изучении типопроводностью Киргофа, при изучении электрического тока. И, в принципе, то, что мы написали, уже если вы умеете решать систему линейных уравнений, не так сложно решить. Потому что, ну вот, вернемся на этот слайд, смотрите, у вас есть, для каждого Z есть такое уравнение. Ну сколько здесь примерно точек? Ну примерно 100. То есть у вас есть примерно как бы 100 неизвестных. Это F, значение F в 100 точках. То есть есть 100 неизвестных, но можно их там обозначить A, B, C, D и так далее. Для каждого из них есть уравнение, что оно равно среднему своих соседей. У вас есть 100 таких уравнений. Ну вот, в принципе, написать, ну 100, это, наверное, слишком сложно. Если бы было бы 10 точек, то и было бы не так сложно решить. Но система очень, на самом деле, специальная, потому что у вас точки расположены по квадратной решетке. И там есть специальные методы решать такие системы уравнений. Вот. А какие самые большие системы линейных уравнений в школе решают? Сколько там? Четыре, наверное, неизвестных? Или? Шесть. Больше? Шесть. Ну вот здесь 100, но система очень специальная. То есть на самом деле это очень большая и не совсем решенная задача, как решать систему линейных уравнений. То есть если на компьютере вы хотите запрограммировать, решить систему из... Ну из 100 линейных просто можно как бы в лоб ее... Компьютер ее может в лоб, убирая переменные, решить. Но, скажем так, если там уже начинается счет на тысячу, то это уже становится сложнее. И поэтому обычно те алгоритмы, которые есть, это для каких-то систем специального вида. Но вот здесь вот такая система, за которой стоит какая-то геометрия, что у нас точки расположены на квадратной решетке, и поэтому как-то немножечко проще. Вот. Ну вот я сказал, что такое же точное уравнение, оно появляется еще во многих местах. Ну вот, может, действительно я упомяну два. Ну, во-первых, Фурье, это такой очень известный и физик, и математик французский, который при Наполеоне также еще был большим администратором. Он, например, сопровождал его в походе в Египет, и там был назначен губернатором Нижнего Египта. Это так вот, наверное, самая высокая должность, которую математики когда-либо занимали в каком-то правительстве. То есть он там заведовал всем Египтом, включая пирамиды, верблюды и все прочее, и очень много всяких сфинксов увез в Париж. Вот. И когда Наполеона разгромили, он как-то отошел от этих дел административных и стал заниматься наукой. И, пожалуй, самая известная его работа – это аналитическая теория теплоты. Ну и поскольку он француз, то он изучал теплопроводимость, но цель была чисто практическая. Нужно было определить, на какой глубине рыть винный погреб, чтобы в нем круглый год была одна и та же температура. А при чем тут теплопроводимость? Ну вот у вас наверху, грубо говоря, температура меняется с периодом в год. Летом жарче, зимой холоднее. И это как-то просачивается в землю, но медленно. Вот нужно понять, на какой глубине у вас она будет колебаться не больше, чем плюс-минус один градус. Вот. Проблема, естественно, большой прикладной важности, если у вас есть винный погреб. Вот. И там он занимался колебаниями температуры, где температура еще зависит от времени. Но вот самый простой случай, когда, допустим, температура не зависит от времени. Ну вот вы, скажем, там, не знаю, построили винный погреб где-то глубоко, температура на поверхности Земли постоянная, допустим, уже давно. Какая тогда температура установится там внутри? Какому уравнению температура в зависимости от координата будет удовлетворять? Вот. И если мы эту проблему будем решать дискретно на листе клетчатой бумаги, если будем считать, что у нас вот узелки клетчатой бумаги имеют какую-то температуру, то тогда довольно-таки быстро понимаешь, что должно быть такое уравнение, что температура в какой-то точке должна быть средним арифметическим температур соседей. Почему? Ну, потому что если бы она была бы выше, чем средняя арифметическая температура соседей, то тепло бы из этой точки должно было бы растечься по соседям. Если бы она была бы ниже, она бы, наоборот, должна была бы нагреться за счет соседей. И то уравнение, которое Фурье написал, называется уравнение теплопроводности, оно гласит, что вот просто разница температуры, как температура изменится за следующую секунду, оно вот как раз равно здесь разнице левой и правой частей. А если она не изменяется, то просто левая и правая часть равны, то есть значение температуры в каждой точке равно среднему ее соседей. А другое появление – это у Киргофа, у которого была более скучная жизнь, он просто занимался физикой и не ездил в Египет. Но зато он занимался очень многими областями физикой, то есть областями физики, все что угодно, от механики до радиации, и, ну, в смысле, для доизлучения. И, в частности, первая, пожалуй, книга, которую он написал, еще когда ему было 23 года, была про электрические цепи. Ну, и вот опять же он рисовал какие-то картинки, где есть узлы, есть соединяющие их какие-то проводники. Ну, вот можно представить себе, что у вас есть клетчатый лист бумаги, и это просто какой-то вот проводник из проводов. Он сделанный, вот. И, опять же, вот законы Киргофа в школе, наверное, проходят. А в каком классе проходят законы Киргофа? В 10-м. А, ну, хорошо. Ну, в общем, мы, если мы, опять же, нарисуем клетчатый лист бумаги и будем считать, что каждое звено – это какой-то проводник, и мы обозначим функцией F потенциал, то тогда у нас разница потенциала в двух соседних точках – это будет ток из одной точки в другую. Ну, я здесь предполагаю для простоты, что в том случае от последующего, что у нас сопротивление всех звеньев одной и той же, единичка, иначе там коэффициенты появятся. Но вот в таком случае разница – это просто электрический ток из одной точки в другую. Ну, и закон Киргофа I говорит, что у нас, если вы берете точку, то сумма токов, исходящих из нее, равна нулю. То есть сколько в нее входит, столько из нее и должно и выходить. Ну, кстати, то же самое можно про течение жидкости. Можно представить себе, что у вас просто трубы лежат, что каждое звено – это труба, и у вас как-то течет по ним вода, что хорошо, это там городская система теплоснабжения, например. Тогда у вас, в принципе, для каждого узла столько, сколько вытекает, то, что вытекает, должно равниться тому, что втекает, иначе там будет авария. Вот. И если у нас есть функция потенциала, которая должна быть по второму закону Киргофа, то тогда мы в терминах функции потенциала можем написать сумму того, что втекает и вытекает, как просто вот f от z n минус f от z – это то, что на север вытечет. f от z s минус f от z – это то, что на юг вытечет. Ну и так далее. Ну а поскольку сумма должна быть равна нулю, то мы, вот если раскроем тут все скобки, то как раз получаем наше первое уравнение, правда, на 4 умноженное, что f от z n плюс f от z s плюс f от z w плюс f от z e равно 4 f от z. Вот. Да, может быть, тут проще даже не электричество, а просто протечение воды. Да, про проток, естественно, как бы считается он со знаком, то есть если у вас ток течет из z n в z, то я вот, то вот это число положительное, если он течет обратно, то это число будет отрицательным. Вот. И у этого было такое довольно-таки любопытное применение, про которое, может быть, я покажу две картинки, которое было связано немножко со школьной математикой. А именно в нескольких популярных журналах начала 20 века была, поликому, следующая задача. Есть ли квадрат, можно ли квадрат разрезать на несколько квадратов разного размера? То есть, ну вот здесь вот сразу же нарисован ответ, что да, можно, но тогда люди это не знали. То есть квадрат очень просто разрезать на квадрат одного размера, например, квадрат 2 на 2, вы можете разрезать на 4 квадрата 1 на 1. А можно ли разрезать на квадраты разного размера? И тут начинает появляться проблема, если вы попробуете, тут вот это самое простое, которое бывает, насколько я понимаю. Вот. И решение было найдено четырьмя огненчанами, которые тогда были студентами-первокурсниками в Кембридже. Задача действительно, она как-то так долго была открытой, что она даже попала в какие-то такие книги более-менее серьезные по математике, хотя так довольно-таки смешно звучит. И они заметили, что для каждого разбриения какого-то прямоугольника на квадраты вы можете нарисовать электрическую цепь, для которой верны законы Киргофа. Ну вот здесь, это не обязательно цепь получится, не обязательно получится квадратная решетка, может получиться что-то более сложное. Вот здесь вот пример нарисован. И, грубо говоря, горизонтальному отрезку каждому соответствует какой-то узел электрической цепи. Например, красному отрезку соответствует красный узел, синему соответствует синий. Вот отрезок, который обозначен P2, соответствует узел P2. А после этого мы пишем, мы соединяем два узла электрическим элементом, если у нас есть квадрат между ними. Ну, скажем, квадрат между красным и синим отрезком есть. Мы рисуем там отрезочек и по нему пускаем ток с силой 28 из красного в синий. Ну вот получается, что если у нас разбиение на квадраты, то тогда справа получается электрическая цепь, которая удовлетворяет законам Киргофа. В каждый узел втекает столько же, сколько вытекает. Вот, кстати, вопрос. Почему в каждый узел будет втекать столько же, сколько вытекать? Втекает сверху через те квадраты, которые сверху касаются, а вытекает через те, которые снизу касаются. Почему столько же будет? Да? Ну, это с точки зрения электричества. А почему, если мы начнем вот с этой геометрической картинки? Ну, вот смотрите. У нас на этой геометрической картинке в синий узел входят два отрезка, которые соответствуют двум квадратам. Сторонам 5 и 28. У нас написано 5 и 28, это втекает. А вытекает 33, которые соответствуют квадрату, который внизу. Почему 5 плюс 28 равно 33? Попорционально это несколько квадратов? Да, потому что 33 это длина синего отрезка. И 5 и 28 тоже длина синего отрезка. Просто в одном случае мы померили квадратики сверху прикладывая, а в другом мы померили квадратики снизу прикладывая. То есть в данном случае, в данной задаче 5 плюс 28 равно 33, потому что мы один и тот же синий отрезок меряем двумя способами. Либо снизу меряем, либо сверху. Ну или, например, ну вот скажем, давайте какой-нибудь другой отрезок возьмем. Ну вот скажем, если мы вот этот вот длинный возьмем, тут снизу 36, а сверху 2, 9 и 25. Ну естественно, как бы 36 это то же самое, что 2, 9 и 25, потому что мы два раза один отрезок померяли. И это будет электрический ток. Еще можно проверить, что у него действительно будет потенциал, что ток будет разницей какой-то функции F. И эта функция F тогда будет гармоническая, когда в каждой точке этого графа будет средний своих соседей. Ну здесь немножко более сложная картинка, чем квадратная решетка. И то, что Брукс Мистон и тут и сделали, они просто искали картинки как справа, вместо того, чтобы искать квадраты. И картинки как справа искать проще. Вот. Не знаю, это понятная иллюстрация? Вот можете на досуге попробовать просто найти такой квадрат без этого, но я думаю, что это все-таки не получится, скорее всего. Правда, то, как они делали, тоже там это было непросто. Вот. Я спросил, вот упомянул слово АПЛАС, и вот сейчас, где это было, и спросил, чья дискретная форма чего вот это вот соотношение. И вот сейчас я немножечко попугаю производной на следующем слайде. Вот. Чтобы написать хорошую форму, но если вы еще не видели производного, то сильно тоже пугаться не надо. Я тогда то же самое потом скажу через дискретные вещи. Вот. Если вы видели производную, то вы знаете, что когда, если вы берете функцию f от z, а потом берете функцию f от z плюс маленькая какая-то добавка, то f от z плюс маленькая добавка, это будет f от z плюс эта добавка, умноженная на производную. Это то, что вот написано в первой строчке, например, f от z, e, z от e, это z смещенное на epsilon направо, значит, мы прибавляем epsilon на производную в направлении x. И следующая добавка, так называемая формула Тейлора, epsilon в квадрате пополам, вторая производная по x. Когда f делаем, когда берем производную f, а потом еще раз производную f. Вот это, наверное, в 11 классе упоминают, да? Или как? Так. Не упоминают. Вторую производную упоминают в 11 классе или нет? Упоминают? Ну формула Тейлора упоминают же, наверное, да? Нет? Не упоминают? Ну хорошо, значит, это на самом деле довольно-таки интересно, потому что если смотреть на нее как для формулы абстрактную, то очень просто ее проверить для многочленов, просто чисто алгебраически. То есть для многочленов, как бы, она будет верна. Ну ладно, давайте это отложим. Вот. А если мы берем то же самое, но в другую сторону для точки на востоке, то у нас все будет то же самое, только будет минус epsilon, потому что мы z не увеличим на epsilon, а уменьшаем. А для соседей на севере и юге будет то же самое, только производная будет по координате y. Так вот, если эти четыре формулы сложить, то что получится? Сначала у нас получится 4f от z, потом получится... А вот красные члены, они все сократятся, потому что они то с плюсом, то с минусом. А потом получится fxx два раза и fyy два раза. Вот. А если мы вычтем 4f от z, то синие тоже пропадут. Ну и получится, что если взять вот эти все суммы по соседям, вычесть 4f от z, то реально первые красные и синие члены сократятся, f и первая производная f, и останутся только вторые производные. И вот этот вот оператор fxx плюс fyy, он называется лапластианом, оператором лапласа. То есть наше уравнение это вот просто дискретная форма такого уравнения. То есть если бы мы на плоскости это fxx плюс fyy, если мы напрямой, то просто fxx, просто вторая производная по x. И то, что реально Фурье считал в уравнении типопроводности, он считал это не на решетке, а считал просто на плоскости, у него появлялся там вот такой оператор, где нужно было два раза дифференцировать. Вот. Но, в принципе, в дискретном случае тоже можно понять, почему это что-то типа второй производной. Потому что что такое дискретная производная? Это просто разница значений функций в двух соседях. Это как производная. А что такое производная производной? Вы берете разницу в двух соседях и вычитаете разницу в двух следующих. И если проверить, то как раз вот будет получаться то, что у нас здесь есть. Вот. Но это я хотел напугать, как бы я убираю, дальше будет проще. И тут просто как бы два интересных комментария про простую дискретную задачу, про то, как она связана с непрерывной. Во-первых, видимо, про нее была первая в мире статья, еще написанная задолго до компьютеров, почти за 20 лет до компьютеров, про численную математику, про то, как решать уравнение на компьютере. Четыре немецких математика, Куррент, Фридрихс и Леви, они предложили решать непрерывное уравнение теплопроводности через решение дискретной задачи, которая просто как система линейных уравнений решается. И это по сей день одна из самых цитируемых статей, прочисленные вычисления. А потом два математика европейского происхождения, польского и греческого, Станиславу Метрополис, в Америке во время работы над атомной бомбой, предложили способ решать эти уравнения с помощью случайного блуждания. Значит, ситуация была такая, что когда строили атомную бомбу, как и в Америке, так и у нас, нужно было делать очень много довольно-таки сложных расчетов. И тогда еще компьютеров не было, вот фактически первые электрические компьютеры примерно тогда и строились для этих целей, а вначале все читали вручную на арифмометрах, и там действительно нужно было решать серьезное уравнение, чтобы и цена от ошибки должна была довольно-таки велика. Если вы неправильно оцените критическую массу и случайно положите в два раза больше, то у вас все может как бы растопиться, ну не взорваться, но по крайней мере как бы произойти катастрофу задолго до того, как вы соберете вашу ядерную бомбу или ваш реактор. И в частности возникали уравнения типа уравнения теплопроводности, то есть типа дискретной системы вот этих вот уравнений, которые были у нас написаны, которые связаны с случайным блужданием. И то, что предложили у Метропольс, это наоборот решать их через случайное блуждание. То есть вы хотите найти решение этого уравнения. Ну вот, например, мы начали с чего? Мы сказали, что вероятность того, что пьяный матрос придет в точку А, в точке Z, это такая функция, которая вот в каждой точке средней своих соседей на границе равна нулю, кроме точки А, где она равна единице. И это может, можно решить эту систему и найти эту функцию F. А можно наоборот, если у вас есть такое уравнение или какое-то подобное, наоборот, запустить пьяного матроса и считать, сколько раз он придет в точку А. Но если он тысячу раз сходит, из них 373 раза пришел в А, значит, примерно значение 373 тысячных. Вот. У меня здесь... И это то, что предложили делать... Дайте-ка я посмотрю, потому что у меня где-то здесь был пьяный матрос спрятан. Да. Ну вот, вот пример, значит, мы поставим его сюда и запустим. Вот он пришел сюда, вот два выхода. Ну вот теперь смотрите, он прошел четыре раза, вышел один раз сюда, два раза налево и один раз направо. То есть четыре выхода нужно все это поделить на четыре. Ну и, соответственно, получается, что пока вроде выглядит, будто вероятность сюда выйти 0,25, сюда 0,5, а туда 0,25. Но понятно, что четыре прохода это слишком мало, нужно его пускать больше и больше и больше, и рано или поздно это все куда-то сойдется. Ну вот он так ходит, 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 ходит. Ну давайте я его подпущу быстрее, а то... Ну через какое-то время довольно-таки быстро эти числа успокоятся, и вы увидите, что они сильно меняться не будут. То есть тут, ну видите, вот уже первая цифра после запятой успокоилась, можно вообще, наверное, сделать, чтобы там не было анимации, чтобы он сразу мгновенно доходил. Ну вот видите, за тысячу симуляций уже мы первые два знака посчитали. Ну и в принципе это как бы работает и для размеров больше. Может быть я его запущу вот отсюда, скажем. Или давайте отсюда. Ну вот смотрите, где-то у нас тысяча... Да, ну за тысячу примерно первые два знака посчитались. Вот. Ну и это, кстати, такой метод, который сейчас очень сильно применяется, причем с компьютером это довольно-таки просто. Вам нужно, чтобы его применять на компьютере, реально только очень хорошо уметь производить случайные числа. То есть чтобы у вас было действительно случайное блуждание, вам нужно подбрасывать монетку, и вам нужно какой-то прибор внутри компьютера, который будет подбрасывать монетку, так чтобы вот была ту орел, ту решка случайная. Это на самом деле очень серьезный вопрос, потому что на примитивном уровне, обычно в обычном компьютере, если для каких-то надобностей программируешь случайное число, там просто используется какой-то алгоритм, который дает не случайное число, но которое выглядит как случайное. Например, скажем, берет время, которое сейчас, берет его синус, умножает на 239, там прибавляет косинус чего-то, ну и вот что-то такое. Но если у вас какое-то серьезное применение, то даже как бы строить специальные микросхемы, которые только для того, чтобы производить случайные числа. Ну вот за 15 тысяч все как-то успокоилось. Давайте как бы ее остановим, если он остановится. Вот. Да. Так. Сейчас я как-то контр-Л или что. Так. Вот. Так, Египет, матросы. Вот. Да, и это называется метод Монте-Кварлова. Да, это просто связывает мне напоминание, что я должен ту программку показать, потому что у Метрополиса были дядя и тети во Франции, и этот дядя очень любил ездить в казино Монте-Карло и проигрывать в рулетку всю свою зарплату. Ну а поскольку рулетка тоже связана с случайностью, то как бы назвали они метод Монте-Карло, и название прижилось. Вот. И я обещал как-то дойти до той другой картинки, но я, наверное, до нее все-таки дойти не совсем успею, поэтому я, потому что я как бы сейчас собирался уже как-то меньше писать формулы, больше показывать картинок, но поскольку не успеваю, я не знаю, либо мы можем быстро закончить, либо еще раз когда-то собраться. Как лучше? Еще раз собраться. Хорошо. Тогда я сейчас покажу две картинки. Ну вот это пример картинки немножко получше, двухмерного случайного блуждания. Значит, картинка трехмерного, ну это не сильно отличается, то есть, как я сказал, что достаточно смотреть за одной координатой, и поэтому по большому счету изучать трехмерное, четырехмерное, двумерное не так сильно, ну не такая большая разница, но все-таки какие-то разницы и есть. Вот. И я, может быть, тогда просто закончу тем, что скажу пару интересных свойств. Первое свойство, которое действительно отличает два числа два, числа три, что на плоскости пьяный матрос, если у него как бы город бесконечный, он будет бесконечно много раз возвращаться в бар, с которого он начал. То есть, то, что называется умным словом рекуррентно, случайное блуждание, что он будет уходить очень далеко, но опять же будет и снова возвращаться в эту точку. Бесконечно много раз. А в размерности 3 и 4 это уже не так. Он, может, в нее вернется, ну всегда есть положительный шанс, что он просто пойдет сначала на запад, а потом на восток и вернется через два шага. Но вообще-то с какого-то момента он уйдет так далеко, что возвращаться не будет. Ну и вопрос, почему это так? Ну это вообще непростая теорема, это, поэтому, нет, на пальцах на самом деле можно ее объяснить. И на пальцах я, наверное, объясню с помощью того, про что мы немножко поговорим в следующий раз. Это то, что у бронского движения, или случайного блуждания, во всех размерностях 2, 3, 4 и так далее, одна и та же фрактальная размерность. Ну, теперь мы все знаем, что размерность, ну что, у прямой размерности 1, у плоскости размерность 2, у трехмерного пространства размерность 3. А как определить размерность вот у такой какой-то кривой? Ну вот, то, что я имею в виду под этим, может быть, больше поговорим в следующий раз, что если мы возьмем куб L на L на L, ну в данном случае это 40 на 40 на 40, и посмотрим, сколько точек посетит наше блуждание, то оно посетит примерно L в квадрате точек, вне зависимости от размерности. Будете ли вы делать случайное блуждание в трехмерном пространстве, в пятимерном, все равно оно посетит примерно то же самое количество точек. Почему? Почему есть такая связь, что здесь L, а там L в квадрате? На самом деле мы эту связь уже видели. Как далеко случайное блуждание уходит за N шагов? Корень из N. Значит, за L в квадрате шагов как далеко уходит? На L. Значит, оно покидает этот куб, грубо говоря. То есть вот прежде чем оно покинуло куб, оно сделает L в квадрате шагов, ну, грубо говоря, или квадрате точек посетит. Ну, может случиться, что она многие точки будет по много раз посещать, но так в первом приближении это так. И это же отвечает, почему оно рекуррентно в размерности 2. Потому что если у траектории размерность 2, то плоскость, она, грубо говоря, все покрывает в каком-то смысле. То есть, ну, на самом деле там у нее площадь 0, там все немножко хитрее, но в каком-то смысле все-таки она примерно такого же размера, как плоскость. Если же вы в трехмерном пространстве, если у вас трехмерный, там, не пьяный матрос, а пьяная птица хочет вернуться в свое гнездо, то тогда траектория-то размерности 2, а пространство-то трехмерное. Поэтому в какой-то точке оказаться гораздо сложнее, потому что вы меньшее количество всего обследуете. Если достаточно далеко уйдете, скорее всего, уже не вернетесь. Вот. Ну, а теперь я, наверное, тогда кончу картинкой, с которой я начинал. Вот. И в следующий раз мы тогда поговорим, что есть, что есть похожее в этих трех картинках. А три картинки – это совсем разные вещи. Левая – это вот траектория случайного блуждания. Средняя – это то, что называется кластер перколяции. Это, например, что вы увидите, если вы, не знаю, с воздуха сфотографируете выгоревший лес и посмотрите, какая часть выгорела. Вот вы примерно такую картинку увидите. А третья картинка – это примерно, как будет выглядеть полимерная молекула, сфотографированная под микроскопом. Как будет примерно выглядеть ее положение в пространстве. То есть какая-то полимерная цепочка. Вот. Ну и вот мы обсудим, что у них общее. Наверное, мы тогда как? Через две недели. Нормально? Хорошо, через две недели.